Запорожцы только заканчивают переживать первый спец заболеваемости ОРВИ и гриппом, а медики уже прогнозируют повторение ситуации в начале весны этого года. Как лечатся запорожцы? Сейчас попытаемся у них узнать. Заболеваете? Вы в аптеку идете или в больницу? Я никуда не иду, сам лечусь. То есть, в смысле, с какими-то народными методами или что? Ну, народный метод – это чеснок, лук, мед с лимоном и все. Все достаточно просто. Тест на знание народных методов от простуды запорожцы проходят отлично. А вот другими способами лечения делятся неохотно. Вы в аптеку не ходите? Не, не ходим. Цибулина, стакан горилки, ипотерапия. Я к рукой снимаю. А как температура? Температура? Идем до девчины. Хотя от сезонных болезней и существуют альтернативные способы лечения, большинство все же пользуются медикаментами. Вот только цены на лекарства существенно бьют по карманам. Этого не отрицают даже эксперты. Дорогие медикаменты у нас первая причина. Это сумасшедшая трата денег фармкомпаний зарубежных на содержание фармпредставителей. Сумасшедшая трата денег, вы знаете, стоимость рекламы телевизионной в СМИ везде рекламы. Если бы вот эти два фактора убрать, у нас, я думаю, очень бы снизили сцены на импорт. В противовес дорогостоящим препаратам можно найти дешевые аналоги. Так называемые дженерики. В их основе тоже действующее вещество, но вот качество сопутствующих составляющих на порядок ниже. Китайские, индийские и большинство отечественных препаратов именно из этой группы. Так, если оригинальный аспирин немецкого производства стоит 49 гривен 50 копеек, то такая же по действию отечественная ацетилсалициловая кислота 5 гривен 30 копеек. Импортный панадол обойдется в 17 гривен 85 копеек, в то время как отечественный парацетамол Д будет стоить 6 гривен 90 копеек. Тем не менее, даже отечественные лекарства от подорожания не застрахованы. Хотя и выпускаются под местными марками, все равно их цена напрямую зависит от курса доллара. У нас на сегодняшний день не существует химико-фармацевтических предприятий, которые производят очистку субстанций и производство этих субстанций. И потому, когда вот даже при повышении, при колебании валютных курсов наши люди, пенсионеры, часто бабушки, очень разжигаются. О, доллар, а при чем тут? А наши, а что украинские препараты? Украинские препараты это травы, может сборы какие-то, настойки. Сказаться на цене лекарств может и сильный ажиотаж во время эпидемий. Отследить, насколько и когда меняются цены на препараты, сейчас невозможно. Ни один официальный орган не контролирует стоимость лекарств. Цену на товар регулирует сам рынок. Я вряд ли найду вам сейчас, наверное, хоть одну аптеку, которая работает в городе прозрачно-нормально, которая будет заработать с наценкой более 15-18%. Значительного подорожания лекарств в этом году удалось избежать. Рост цен, если и был, то из-за скачков курса доллара. Управление статистики в Запорожской области отследило. В январе отечественные жаропонижающие подорожали на 1,7%, в то время как импортные препараты поднялись в цене на 2,8%. В конце зимы Украину ожидает возвращение гриппа. Вторая волна заболеваемости этим недугом характерна для нашей страны уже в течение 15 лет. Субтитры создавал DimaTorzok